От Холая до Южи всего 10 километров. Ломоносово такое расстояние бы не остановило. Но сейчас не 18 век. Почти пять лет из села в город ходил школьный автобус. Более десяти сельских ребят ездили на нем учиться в город. Было время, когда местные власти сами предлагали возить детей в южскую школу. Нас пригласили на общем собрании. Сказали, что если вы желаете, вы можете, для вас будет лучше детей возить именно в школу. Ну, по причинам, наверное, более какого-то высокого уровня образования. Школьный автобус отменили в этом году. Администрация договорилась с частным перевозчиком. Полтора месяца по утрам и в обед ходил рейсовый автобус. С октября он ездит только в понедельник и в среду. Дотации закончились. Новых не предусмотрено. Дефицит бюджета дает о себе знать в конце каждого года. И загадывать, что будет в следующем, пока рано. Мы вынуждены были идти на сокращение перевозок. Без дотации перевозчик не может возить. То есть он экономически не вытягивает эту ситуацию. В холл у нас ходят два рейса. По остальным поселениям у нас сокращено до одного рейса в неделю. Теперь родители вынуждены возить ребят сами. Некоторые ездят из холла в южу и обратно по четыре раза в день. Везу детей из южа и из южской школы. Так как у нас нет подвоза, приходится возить самим. Ученики шестого класса. Еще у меня младшие учатся во вторую смену. Приходится в две смены возить. И утром, и вечером. Обделенными остались не только учащиеся села Холлый. По словам родителей, школьный автобус возил до южа и учеников из окрестных деревень. Я сегодня полвосьмого везла наших детей в школу. Детки из Тарантаева. Двоих, по крайней мере, я видела. Шли пешком в школу города Южа. Был дождь, был снег, были большие лужи, ехали машины. И если у ребят из начальной школы и среднего звена есть альтернатива, можно перейти в местную холлыйскую школу. То учеников 10-11 классов ее нет. В этом году старшие классы в селе не набрали. Дело в том, что даже если мы сильно захотели в Холлый, нам дороги назад нет, так как этого класса нет. То есть его не открыли, она одна получается остается. Еще у нас девочка из 9 класса есть. 9 класса в Холлый тоже нет. Вот. Так что нам так и так надо буду учиться. И проблема такая. Вот сейчас она буквально звонила недавно и говорит, мам, как мне добираться, куда мне идти? Как выяснилось, школьный автобус не ездит, потому что отслужил свой срок. Финансовые возможности приобрести новый у муниципалитета пока нет. В департаменте образования отметили, что в начале года родители были готовы возить детей самостоятельно. То появление потребности создает ситуацию, когда нужно решать проблему. Мы в данный момент ее обсуждаем с управлением образования Южского муниципального района. Они, с своей стороны, эту тему обсуждают с администрацией муниципального района. Проблему все-таки планируют решить, организовав рейсовую перевозку. Родители готовы платить за проезд в утреннем автобусе в два раза больше. Возможно, в этом случае перевозчик пойдет на уступки. Марина Зейна, Виктор Иванов, программа «Губерния».